Это Кося из будущего! 18 апреля в прокат вышел фильм «Сто лет тому вперед» по мотивам одноименной повести Кира Булычева. По мотивам здесь, пожалуй, ключевое. Те, кто читал оригинал и смотрел адаптацию, делятся. Общее между повестью и кинолентой лишь герои. Алиса Селезнева в исполнении Дарьи Верещагиной и Коля Герасимов, он же Марк Эйдельштейн. А еще общий смысл произведения «Перемещение во времени». Путешествует в пространстве старшеклассник Коля из 2024 в 2124 год. Там же в будущем он встречает Алису, а дальше – космические приключения, конфликты с пиратами, спасение Вселенной. Алиса! Это я! Милофон у меня! Это я его спрятал! Эту культовую фразу помнит чуть ли не каждый ребенок 80-х. Однако в фильме 2024 года никаких милофонов не будет. Внимание космических пиратов привлекает Космион. Это устройство помогает перемещаться во времени. Отход от привычных сюжетов и наименований – осознанный выбор съемочной команды. Как рассказывал режиссер фильма Александр Андрющенко в интервью «Мир-24», они хотели создать абсолютно новое представление знакомой истории. Наверное, отдельным аттракционом будет являться для взрослой аудитории пойти и посмотреть, что нового придумали авторы, как на эту интерпретацию повести Кира Балычева. Безусловно, я сразу предупрежу их, не стоит сравнивать экранизации, потому что фильм «Сто лет тому вперед», который мы сняли, настолько же далек от «Гости из будущего», так же, как и мультфильм «Тайна третьей планеты». Это абсолютно разные представления о том, что писал Кир Балычев, разные жанры. Именно поэтому герои в новой адаптации уже не дети. Здесь есть место и для любовной линии, а не только приключения. Отдельно кинокритики выделяют и спецэффекты фильма. Все сделано для того, чтобы сегодняшнему подростку, который вырос на супергеройских линиях, было интересно смотреть киноленту. Если экранизация «Гости из будущего» из 80-х, она сразу создавалась в таком более легком, она как будто сразу создавалась с ностальгическим настроением. «Сто лет тому вперед» — это более динамичное, более решительное, более погружающее кино. И поэтому персонажи там, естественно, они постарше, они такие более действующие, более характерные, что ли. Ну, то есть это уже не дети, это прям подростки на пороге взрослой жизни. Этот фильм создавался не с прицелом на ту аудиторию, которой знакомы гости из будущего. Это старая история для нового зрителя. Кинокритики отмечают, продюсеры хорошо постарались над пиар-компанией нового фильма. Подобрали звездный состав. Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Александр Петров, Юрий Борисов. И, похоже, это сыграло свою роль. В первый день показа блокбастер собрал 32 миллиона рублей, в первую неделю возглавил российский кинопрокат. Однако в красноярских кинотеатрах отмечают, ажиотажу среди зрителей не наблюдают. Люди смотрят, но не массово. Это, наверное, один из таких ключевых знаковых премьер за период весны. Фильм действительно достаточно громкий, у него хорошая пиар-компания. Но, к сожалению, из-за ситуации, наверное, которая произошла в марте, спрос пока что еще не такой большой. Ну и плюс, конечно, сказываются погодные условия, которые сейчас все равно хоть и плавающие, но тем не менее погода в целом теплая, поэтому люди не так охотно идут в кино пока что. Ну и сейчас сделаем акцент как раз на майские праздники. Те, кто уже посмотрел фильм, делятся. Сходить стоит хотя бы ради того, что это один из немногих экшн-фильмов российского производства. Довольно-таки ярко и эмоционально. Но я думаю, что фильм на раз, но очень эффектно. Петров просто вах! Современная, потому что постановка, вот это все, эффекты все вот эти. Раньше же не было такого. Да, советский смотрел. Но когда мы были детьми, деревья были большими. Я от него ждал немножко большего. Но посмеяться есть места, спасибо. Для тех, кто еще не смотрел, кинокритики акцентируют. Готовьтесь к новому прочтению знакомой истории, новым визуальным эффектам, новому составу, новым линиям. Единственное, что добавляет ностальгии в киноленту, знакомая многим песня «Прекрасная далека». Вернее, ее переосмысленная версия. «Полина Михальчук, Екатерина Черных, Анастасия Масленникова и Данил Мамонтов. Новости ТВК». «Полина Михальчук, Екатерина Черных, Анастасия Масленникова и Данил Мамонтова и Данил Мамонтова и Данил Мамонтова и Данил Мамонтова и Данил Мамонтова. Данил Мамонтова и Данил Мамонтова.